Притча про улиточку По вишневой ветке усердно карабкался вверх улиточка. Несмотря на весеннюю прохлада и сильный ветер, Мальюст медленно, но упорно двигался к вершине. На ветку вишни залезла белочка и спрашивает улитку, «Пожалуйста, скажи, зачем ты карабкаешься по этому стволу вишни?» «Я хочу вишень поесть, поэтому и ползу», — ответила улиточка. Засмеялась белочка и сказала, «Хе-хе, посмотри, улиточка, на этом дереве еще нет ягод. На улице ранняя весна, только цветочки завязались». Мальюст промолчал, с упорством принялся ползти дальше, Покрутили у виска пальчиком белочка. Вильнув хвостиком, она побежала рассказывать зверям леса об сумасшедшей улитке. Через некоторое время возле дерева собралась целая компания зверей и птиц. Она не обращала внимания на насмешки животных и неутомимо карабкался вверх. Над вишневым деревом, где ползла улитка, пролетал воровей. Он сел на ветку и тоже задал вопрос, «Эй, ты разве не видишь, на этом дереве нет вишен?» Не прерывая своего пути по стволу дерева, улитка ответила, «Будут, когда я туда доберусь». Мораль басни в том, живи так, как хочешь ты, А не так, как ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, Умирать ты будешь без них, И свои победы одержишь сам, Так сказал Хан Фуси.